Когда началась война, Антонине Ивановой было всего 4 года. Её семья жила в деревне Ленинградской области. Почти два года Ивановы жили в оккупации. День, когда немцы пришли в их селение, Антонина Васильевна помнит до сих пор. Она как раз и возвращалась от подруги. Выезжают на мотоциклах люди в форме такими. И осторожим с этим автоматом. Я уж как добежала домой, не знаю. Мы прижались, напугались. А они въехали с таким гоготом, каким до сих пор немецкий язык не переношу. В плен семью Ивановых угнали в 43-м году. Самым тяжёлым для маленькой Антонины была разлука с мамой. Её отправили в другой лагерь. А девочка с бабушкой и дедушкой попали в Лейпас в Латвии. Поразительно, но мама Антонина Александра Алексеевна не только смогла спастись из цепких лап смерти, ушла из концлагеря, но и нашла своих детей. Пришла к дверям концлагеря как раз во время построения пленных. Бабушка нас столкнула. Она узнала же тоже. И бегите к маме, бегите к маме. И мы побежали. Мы здесь ничто, автоматы направлены, ничто. Мы бежим. Просто мы мама. Вот она нас обхватила и говорит, что это. Сейчас очередь. Стреляли сплошь и рядом, без конца. Но очереди выстрелов не последовало. Все пленные молили фашистов пощадить мать с детьми. А потом в 45-м лагеря разбомбили. Ивановы добежали до латышского хутора, где и встретили долгожданную победу. Каждая история освобожденного узника полна боли, горечи, потерь и радости спасения. Михаил Савин собрал их в одной книге. Мы записывали на видео воспоминания узников. Переделывали в текст, сканировали фотографии и создавали такой материал. То есть у нас получалось и видео, и печатный материал вместе. Видео мы используем, вот сейчас пандемию, например, включали на видеоуроках для студентов к этой дате, к Дню памяти. Презентацию книги проведут к 9 мая в библиотеке Маяковского. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.